Прибудьте во мне, сказал Иисус Христос. Понимаете, мы всегда люди ищем какую-то аксиому, какого-то поведения. Понимаете, да? У Иисуса аксиомы не было. У Него есть заповеди, которые мы должны соблюдать, да? Мы должны любить Бога, любить ближнего своего, любить врагов своих. То есть надо относиться к ним с любовью. И если ты не во Христе, ты не способен любить врага своего. Потому что человек вообще не способен любить, да? Начнем с этого. Если нам делают зло, то наша человеческая реакция, то есть реакция нашей греховной природы, как минимум в два раза хуже сделать тому человеку, который нас объявил. Правильно? Но если ты пребываешь во Христе, ты имеешь его милость и его благодать и его любовь в своем сердце. Аминь. Если ты имеешь эту милость, мир и благодать, ты способен простить этой Божьей милостью. Потому что милость, она Божья. Понимаешь, да? И ты имеешь способность плащать. Если ты не пребываешь во Христе, а религиозный человек, ты поступишь по плоти. Знаешь, я скажу так. Я стараюсь, когда такие происходят моменты, я стараюсь хотя бы коротко помолиться. Я говорю, Господи, помоги мне в этой ситуации. И здесь вот действительно быть как ребенок, то есть открытый для Господа. Потому что Бог в такой момент, Он дает слово тебе. Есть такое место в Священном Писании, когда вас подставят перед царями, перед великими этой земли, да? И не заботитесь в тот момент, что вам говорить. Ибо в тот момент дано будет вам, что сказать от Духа. То есть не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить вас. Так же, как это было во Христе Иисусе, так же, как это было первым мучеником Стефаном, помните, когда побивали камнями. Он Его благословлял. Я скажу, что я, ну, в своей жизни я, ну, понимаю, что по-человечески этого сделать невозможно. Уже в 23 года во Христе я понимаю, что даже часто сам поступаешь иногда, ну, не так, как Христос говорил. И это не потому, что слова Иисуса не правы, а потому что мы, еще раз повторю, мы редко пребываем во Христе. Мы стараемся сами что-то делать, сами судить, сами поступать как-то, понимаешь, но не пребывая в Нем. Когда я пребываю в Нем на самом деле, по-настоящему, тогда уже не я живу, но живет во мне Христос, и уже не я говорю, но Дух Божий говорит через мои уста, понимаешь? Все ситуации невозможно просчитать, которые будут. Но такие ситуации, как раз я верю, Бог допускает для того, чтобы испытать нашу веру и показать, что мы не совсем на правильном пути, понимаешь? И что нам нужно вернуться в эти отношения, в это общение с Господом и постоянно пребывать в Нем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова